Здравствуйте! В эфире «Город С» Татьяна Дмитриева. Что представляет из себя наш город с архитектурной точки зрения? Что можно сказать о самарском стиле? И как изменится городская среда в преддверии чемпионата мира по футболу? Об этом говорим сегодня и в нашей студии главный архитектор Самара Алексей Самарцев. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Алексей Евгеньевич! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как давно вы приступили к исполнению обязанностей главного архитектора города? И как отнеслись вообще к такому предложению? Вообще предложение было достаточно неожиданным, и выбор был очень серьезным. Приступил я к своим обязанностям 23 марта 2015 года. А что входит в ваши полномочия? Я слышала, что произошло разделение каких-то функций. Конкретно сегодня архитектор города за что отвечает? Что вы курируете? Совершенно верно. До этого мы работали в департаменте строительства и архитектуры. Потом произошла реструктуризация, из которой из структуры департамента строительства и архитектуры было выделено управление главного архитектора, которое поручено возглавить мне. Значит, согласно положению в отделе главного архитектора, нашими основными задачами является формирование городского облика нашего города плюс создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной среды для проживания наших сограждан. То есть это благоустройство уже, да, получается? Да, это больше вопроса благоустройства и приведения в соответствующий надлежащий вид нашей городской застройки. А что на сегодня, на ваш взгляд, архитектора представляет из себя Самара с архитектурной точки зрения? Вот уже забегу вперед. Если бы приехали к нам уже гости на чемпионат мира по футболу, вот вы бы что показали? Вот у нас что? Ну, город у нас делится как бы на две части основных. Это историческая часть нашего города и более современная часть промышленная, которая формировалась позже. Что хотелось бы сказать по исторической части? Вот мы много занимаемся этим вопросом. Историческая часть города у нас очень и очень интересная. И она требует того, чтобы мы ее восстановили в лучшем виде, отреставрировали, подкрасили, почистили. И она нам создаст прекрасное настроение. И прежде всего, всех наших гостей я бы свозил именно в эти районы. Сейчас стоит задача и правительству нашей области подготовить ряд мероприятий по восстановлению и реновации нашей исторической части. И городские власти. И Олег Борисович Фурсов часто об этом говорит. И все мы будем этим вопросом обязательно подробно заниматься. Ну, мы еще коснемся этой темы, потому что это очень интересно, как изменится наш город, с чьей помощью, какими средствами и так далее. К нам поступает уже первый вопрос от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22. Звоните. Иван Федорович обеспокоен внешним видом строительных заборов. Зачастую они грязные и покосились, разрушают пейзаж города. Что-то будет предприниматься в этом направлении? Вот вы сказали про благоустройство. Это к вам. Я полностью с вами согласен. Дело в том, что мы разработали, нашим управлением разработали нормативно-правовой акт по новым видам ограждений. Дали рекомендации по конструкциям и по окраске. Рекомендуемые цвета. Я думаю, что в ближайшее время будут совершенно иные ограждения строительных площадок. Ну вот уже сегодня занавешиваются здания вот такими матерчатыми, какими-то вот, да, вот. А вы говорите, что-то новое. Это что будет из себя представлять? Я понимаю, что это еще не утверждено, но все равно новые заграждения-то какие? Ограждения в основном это будет профлист. Но здесь вопрос идет экономии денежных средств. Но мы постарались сделать что-то необычное и интересное из этого материала. В основном это вот этот материал. Плюс там какие-то добавленные элементы архитектурные. А вообще сегодня... И цвет. Прежде всего цвет. Какой? Цвет это цвет бежевый, цвет синий, цвет зеленый. То есть достаточно хорошие, интересные тона. Экологически чистые тона. Следующий вопрос от Юрия. Согласовывает ли сейчас главный архитектор внешний облик вновь строящихся домов и строений? Таких функций по городкодексу у меня нет. Но я рассматриваю фасады вновь строящихся домов и даю свои рекомендации. А уже прислушаться к ним? То есть вот... К ним прислушивается. И кроме того, мы сейчас договариваемся с проектировщиками, что они на начальном процессе проектирования, на стадии выполнения эскизного проекта, приезжают и показывают мне свои фасады. То есть мы уже выходим на прогнозируемые результаты фасадных решений тем самым. Раньше эта функция не выполнялась. Раньше проходили экспертизу проекты, и они выходили такими, какими они есть. Фактически, получив разрешение на строительство, никто их не видел, как они выглядят. То есть они начинали появляться только тогда, когда появлялась кирпичная кладка, появлялись окрасочные работы. Теперь это будет иначе. Теперь это на стадии проектирования будет уже прогнозироваться, и будет все с этим понятно. Скажите, пожалуйста, вот что вы уже успели сделать, какие проекты реализовать в качестве главного архитектора? Вот что-то у нас появилось в городе в связи с вашим вступлением в дождь? Ну, я считаю, достаточно интересным получился опорный пункт полиции, который мы разработали для управления. В центре города, опять же. В центре города. Первый опорный пункт был поставлен на Молодогвардейской и Ленинградской, потом на площади Куйбышева и так далее. Если я не ошибаюсь, их должно быть установлено по городу около 20 штук. А как вообще у архитектора может родиться вот эта идея и вообще мысль о том, что вот опорные пункты нужно устанавливать там где-то и какие-то? Вот как это, в результате чего появилось? Ну, по установке мы только рекомендовали. У нас были даны предложения. Тут уже вопрос функции идет. Там, где управление посчитало необходимым для себя на каких перекрестках поставить их. Мы уже рассматривали земельные участки и рекомендовали только относительно небольших таких подвижек, то есть в следствии того, что где-то там есть сети, которые нужно эксплуатировать, которые мешают. Вот так мы чуть двигали. А вообще визуально они хорошо вписались, на ваш взгляд. Смотрится хорошо и они, на мой взгляд, обогатили нашу застройку. Да, интересно. Даже необычный, я бы сказала, такой проект. Скажите, пожалуйста, вот как вы взаимодействуете с горожанами? Насколько вот инициатива каких-то граждан может быть реализована уже в архитектуре, в каких-то объектах нашего города? Вот как эта связь происходит? Учитываете ли вы пожелания вообще? Конечно. Вы знаете, очень отрадно говорить о том, что люди достаточно активно участвуют в процессе подготовки города к чемпионату. Вот мне часто приходится отвечать на звонки, мне звонят в управление, меня секретарь соединяет, и люди делятся со мной. Значит, рекомендуют, какие цвета применить. Говорят, что на наш взгляд, вот звонил Валерий Иванович мне, один, значит, наш гражданин нашего города, и говорит, Алексей Евгеньевич, я считаю, что нужно наши дома больше красить в теплые тона, потому что у нас мало света. Вот, и это, в общем-то, все правильно. И как вы относитесь к этому? Я очень положительно к этому отношусь. Мы долго с ним обсуждали, мы обсудили с ним, как стоит памятник Засейкину, правильно, неправильно, то есть и так далее. Правильно? В результате? Ну, не совсем. Не совсем. Я бы поставил по-другому, честно говоря. И это было его тоже мнение. Он мне первым это озвучил. Но у вас это аргументировано с архитектурной точки зрения, да? Да, конечно, есть определенные принципы строения и так далее. И все это, я что хочу сказать, все это вписывается в концепцию развития стратегии нашего города до 2025 года, где как раз мы должны вовлекать в процесс развития нашего города всех наших жителей. То есть вот как раз эти вопросы у нас проходят. А вот еще какие инициативы. Вот, кстати, если вернуться к окраске домов, вот теплыми тонами, на севере используют эту практику, потому что там же очень много пасмурных и снежных дней. И вот я там была, и как раз удивилась, что действительно дома, и все вот они оранжевые, розовые, теплые. Да, они создают дополнительную теплоту. Визуально это видно и чувствуется. У нас тоже света не так много в нашей центральной полосе. И это тоже, вот насчет этого я им сказал, что да, вы абсолютно правы, но это не значит, что мы не должны применять холодные цвета. Холодные цвета, они тоже красивые, они существуют в природе, и мы их также будем применять. В какой пропорции, это другой вопрос. Ой, давайте продолжим вот тему цвета. Вы как архитектор, вот вам представляется Самара в целом. Это город какого цвета? Вот как вам кажется? Трудный вопрос. У нас Великая Русская река, на которой мы все выросли, которая дала нам жизнь. Стальной, голубоватые тона, может быть, бежевые, они сочетаются, теплые тона, что, соответственно, нашим, в основном характером, характером наших людей, они, в общем-то, спокойны. И, в общем-то, считать, что вот наша эта могучая Волга, она дает нам какое-то вот величие и спокойствие. Вот все-таки это самая живая точка наша, вот Волга, набережная, исторический центр. Хочется вернуться, продолжить тему застройки и реставрации домов в историческом центре. Вы сказали уже, что время сегодня сложное, экономические обстоятельства нас вынуждают как-то действовать иначе, прибегать к другим ресурсам. Я знаю, что и вам была поставлена задача как-то вот привлекать инвесторов, может быть. Совершенно верно. А как это делать? И чем вообще люди бизнеса могут быть заинтересованы? В чем? Почему они должны заняться вдруг реставрацией каких-то домов исторических? Вы знаете, это вопрос очень интересный в плане того, что когда глава нашего города Олег Борисович Фурсов обратился к нашим потенциальным инвесторам, все с удовольствием пришли и начали говорить на эту тему. Это было прекрасным, прекрасным эпизодом, можно сказать. А вот дальше слов-то пошло дело? В истории нашего города пошло, пошло. Мы отремонтировали с помощью наших инвесторов, отремонтировали семь зданий, семь домов. Значит, первое мы сделали на Степана Разина 47, потом сделали мы два дома деревянных на Рабочей и Ленинской, на Степана Разина 56 и на Красноармейской 117, Агибалова 14, многоквартирный дом тоже сделали. После этого мы установили мемориальные таблички на всех этих объектах. А, что это инвесторы приняли участие? Да, кто вложил свои деньги в ремонт этого здания, глава города наградил их почетными грамотными, почетными знаками, и все это было очень торжественно и очень приятно. Да, вот эта мотивация уже такая существенная. И вообще хотелось бы увидеть, узнать у вас, у вас есть представление о том, как будет выглядеть наш центр исторический? Какая там будет этажность вновь построенных домов? Тоже очень многое волнует горожан, как бы не застроили там все высокоэтажками и так далее. Вот что будет в результате преобразований все-таки? Потому что сейчас мы слуху несколько проектов, которые реализуются в этой вот сфере и среде. Есть. Ну, однозначно могу сказать, что высотной застройки, видимо, там не будет. Дома будут там невысокие. А историческая часть города в основном должна быть восстановлена, приведена в надлежащий вид. И, скорее всего, наверное, это будет какими-то отдельными такими кварталами восстанавливаться, так как опыт есть такой в Иркутске и других городах. В Казани, где устроены вот эти вот, воссозданы вот эти вот Казанские слобода, там, значит, в Иркутске целый квартал. Я думаю, что мы можем тоже пойти по такому же пути и восстанавливать это по квартальному. Понятно. Следующий вопрос задает Петр Константинович. Мы живем в поселке Тамашево, колокол. А колокол должен быть снесен в 69-м году, окружили домами, пятиэтажками, и все. Когда уже наши дома снесут? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Это не ваши территориальные, да, как бы, в сфере. Да, это не входит в наш полномочий вопрос. И еще один такой вопрос, вот если продолжать тему исторического центра. У собственников жилья есть какие-то обязанности по содержанию? Потому что вот живут-живут люди, кто-то приходит, начинает их дом реставрировать. Вот как это все соотносится, и вообще они что-то сами обязаны делать? Или если нет средств, то извините. Есть 73-й федеральный закон об объектах культурного наследия народов России. Значит, на основании этого закона собственники обязаны оформить охранные свидетельства и паспорт объекта культурного наследия. На основании этих документов государственное управление по охране памятников прописывает им перечень необходимых работ, которые они должны провести. Но на основании, я еще не сказал то, что каждый собственник, проживающий в объекте культурного наследия, обязан нести расходы на содержание этого. А, это уже обязательство, а не желание. Обязательство, да. Получив задание, значит, собственник обязан заказать разработку научно-проектной документации, которая будет утверждена, пройдет экспертиза, утвердится управлением по охране памятников, и затем начинается реставрационная работа. К сожалению, это направление очень дорогое, естественно. То есть, то, что касается реставрации на разработке научно-проектной документации, это вопросы в денежном отношении далеко не дешевые. И вот в этом есть определенные проблемы. А у нас многие люди, которые проживают в исторических наших памятниках, они, к сожалению, люди небогатые. Вот здесь есть проблемы. А по закону они должны нести расходы в содержании своих домов. И как вот из такой ситуации действительно выходить? Ну, здесь я когда был в командировке, вот мы много беседовали в Казани. Я задал такой вопрос, как они решают подобные вопросы. Они находили спонсоров. Я говорю, ну, спонсоры, они должны иметь какой-то интерес к этому. Ну, находили спонсоров, делали отселение. Я говорю, ну, отселение не каждый человек уедет. Много людей, которые выросли в этой центральной части, они не хотят выезжать оттуда. Но вот вопрос так. Либо это было отселение и предоставление другого жилья, либо спонсор делал ремонт на каких-то основаниях государства, ему как-то доплачивало. Ну, в общем, вот на таком уровне. Как будет это у нас, время покажет. Из ваших вот перечисленных полномочий я поняла, что архитектор сегодня со строительством связи не имеет вот какого-то влияния, да? То есть вы можете там рекомендации дать? Только в область формирования фасадов нет. У нас в положении прописаны такие пункты. Мы участвуем в комиссии по застройке землепользования, участвуем в разработке архитектурно-строительных регламентов и участвуем в Городостроительном совете. У нас это в положении прописано. Потому что все-таки, вот вы сказали, что у нас несколько частей в городе, все мы знаем промышленные зоны, исторические центры и так далее. Но хочется, чтобы все-таки был у Самары свой стиль. Вот когда мы говорим Казань, мы там что-то представляем, едем там. И уже что-то есть, какое-то представление еще, какой-то город там, Питер. Вот уже там тоже вырисовывается картинка. А вот относительно Самары, есть ли такая у вас концепция по стилю? Каким он должен быть и что для этого нужно делать? Есть. Я вот не сказал еще такую вещь. Сейчас в данный момент, в прошлом году вернее, департамент строительства и архитектуры заключил договор по муниципальному контракту на разработку архитектурно-строительной концепции общего устройства города. Вот как раз вот эта вот разработка этой концепции даст возможность появления какой-то индивидуальности в комплексном подходе к нашему благоустройству. Вот там разработка, значит, и пешеходных пространств, и фасадов, входных групп, рекламы, архитектурной подсветки, организации велосипедных дорожек. То есть все, что будет у нас в будущем в нашем городе. И вот здесь-то мы вправе ожидать того, что здесь нам предложат какие-то индивидуальные подходы к решению вот этих вот вопросов. И еще продолжим тему связи архитектора со строительством. На ваш взгляд, архитектор должен что-то строить? Или его задача основная — это проектирование, предложение каких-то идей, стиль там поддерживать и так далее? Или вот все-таки такая практика должна быть, на ваш взгляд? Ну, вообще архитектор — это переводится как главный строитель. Вот. Да, вот наконец-то я... Все начинается с мысли, все начинается с архитектора. Пока архитектор не изложит свои мысли на бумаге и не создает что-то, никакое строительство не начинается. Конечно, в идеале должно быть, архитектор должен создавать проекты, строитель должен строить, но архитектор должен осуществлять авторский надзор. Только благодаря этому осуществится то, что задумал архитектор. Вот в нашем городе под вашим надзором и по вашему проекту уже что-то построено в таком случае? А вот можете сказать, что это за объекты такие? Ну, объекты в основном это... Ну, объекты у меня разнообразные. Когда я трудился на заводе имени Ленина, тогда я был металлург, возглавлял архитектурное бюро, бюро архитектурного проектирования, вся проектная документация современной части поселка металлургов, 9-12 этажей, все проходило через нас. Мы проектировали и дома, и детские сады, и школы, и, значит, какие-то пункты. Вот фонтан принимали участие в создании фонтана на озере. То есть я не говорю уже о том, что мы делали производственные помещения, бытовки, сауны, реконструировали дворец культуры металлургов, реконструировали пятую медсанчасть. То есть 15 лет я проработал там, и все мои основные постройки расположены вот в городке металлургов. Ну, кстати, вот и Аваденко очень гордится как раз вот таким социальным вот этим вот, именно социальными вот этими постройками, как вы сказали. Да, как раз с ними работали. Да, потому что, да, это очень вот важно, что для людей все это было сделано. И вот сейчас вы следите, в каком все это состояние, как это поддерживается? Потому что передавали же от заводов там куда-то. Да, вот я, к сожалению, когда работал там, осмотрел, как бережно к всему к этому относились. Там были соответствующие службы, которые следили за коммунальным хозяйством, за детскими садами, за школами. Потом, когда все это дело перестало существовать, там некоторые объекты пришли, можно сказать, прямо в откровенные запустения. К сожалению, там давно не было. Ну, понятно, потому что одно дело построить, да, вот как архитектор, вы это ваше детище, да, и потом вот нужно сделать так, чтобы это все веками содержалось, радовало и так далее. В соответствующем порядке. Согласен с вами полностью. Еще вопрос от телезрителей. Что будет в дальнейшем на проспекте Ленина-1? Говорят, что планируют его застроить, и жители волнуются. Владимир. Проспект Ленина-1. Вот эта территория. Там, по-моему, парк, да, вот небольшой рядом с этим. Проспект Ленина-1. Да, да, да. В любом случае, по моим данным, ничего этого не должно быть пока. Может быть, это будет, мысль такая ходит, но конкретности никаких по этому поводу нет. Да, а вообще вот такие ситуации, когда жители протестуют против застройки, строительства нового дома, там вот где-то вот в зоне, которая им кажется, что не нужно там строить. То есть вы, архитекторы, как-то вмешиваются в такие ситуации? Обязательно. И как вот происходит это взаимодействие и решение вообще проблем? Пока мы работали в департаменте, я несколько раз собирал у себя группу, инициативные группы, это застройка спуска Шмидта. Там застраивали квартал, и люди пришли с документами по собственности на землю и сказали, что нам это не нужно, мы хотим жить в своих домах. Мы долгое время с ними вели переговоры, останавливали этот процесс, вызывали к себе застройщиков, вручали им замечания людей, и они вносили коррективы. Часть домов не была построена из-за этого. Вот уже результат. Следующий вопрос от Веры Ивановны. Когда будут убраны киоски вокруг ЦУМа Самара, они страшные, ужасные, тут же центр города, туристы будут, и все такое. Полностью с вами согласен. Я живу в этом районе, я тоже, мне очень не нравится это. Тем более киоски, они не заполнены через один, да? Я думаю, что в скором времени, когда мы получим на руки разработанную архитектурно-художную концепцию, в которой, кстати говоря, будут даны предложения по стационарным торговым объектам, тогда мы будем менять вот эти вот все страшные киоски, павильоны на новые, современные, красивые. Я очень на это надеюсь. Я думаю, мы это сделаем. А вот отказаться от них не получится никак, вообще от киосков? Потому что киоск, какой бы он ни был, ну киоск, он и есть киоск. Там есть перспективные застройки, есть предложения по застройке этого района, но там, естественно, этого не будет. Но пока вопрос этот еще не решен. Он в стадии решения. У вас появились такие помощники районного масштаба, я бы сказала, архитекторы районов. Скажите, вот чем они занимаются? Как-то вы с ними, какие вопросы они полномочны вообще решать? Что вы обсуждаете, встречаетесь ли, какие-то задачи ставите? Только сегодня я их собирал у себя, направление проводил, с ними совещание. Мы работаем с ними еще с прошлого года. Это люди, которые занимаются подробным анализом территорий, собственных территорий районов, границ своих территорий. Они делают подробный анализ территории, изучают, в каком состоянии фасады, в каком состоянии ограждения, в каком состоянии торговые павильоны, остановки. Сегодня мы вели, в частности, разговор по остановкам общественного транспорта. Они у нас в очень плохом состоянии. Во-первых, много разбитых, много непокрашенных, ржавых, кривых конструкций. Где-то заклеена реклама незаконной. Все это надо приводить в соответствие. Вот это была основной тема сегодняшнего нашего совещания. То есть они должны обходить территорию района, на заметку брать какие-то... Да, делать фотофиксацию, все это записывать, все показывать. Все эти материалы направляют они нам в управление для общей координации действий. Здесь мы вырабатываем какое-то решение и выдаем уже им на месте. Это наши помощники, и я возлагаю на них большие надежды в связи с предстоящим чемпионатом мира. Почему? Потому что в районах будут развернуты большие работы по комплексному благоустройству. И кому как не им следить за порядком в своих районах. Но это же не общественная нагрузка, правильно я понимаю? Нет, это работа. Это работа. Официальная. Да, это официальная работа, совершенно точно. Тогда можно и требовать, потому что вот одно дело... Обязательно будем требовать. Обязательно. Следующий вопрос от Натальи Викторовны. Она дополняет, это жительница того же района на проспекте Ленина 1. Все-таки вот есть основания для беспокойства у людей. Информирует нас, что там собираются строить здание областного суда на месте ныне существующего сквера. Это ужасно. Нам негде будет гулять не вообще. Там деревья прекрасные, прекрасное место отдыха. Не знаю, как насчет зданий суда, но у нас есть четкая и конкретная задача и предложение, мы будем обсуждать его с главой города. Это создание пешеходного бульвара по улице Осипенко от улицы Мичурина вниз туда вплоть до улицы Лесной. Вот это будет пешеходный бульвар. Есть инициативная группа, которая выходила с предложением о создании такой зеленой прогулочной зоны. И мы будем, я думаю, этим заниматься. Вот это будет для них дополнительный островок кислорода, зелени, зеленого каркаса. То есть это основание для беспокойства, что там деревья, их не будет, а будет? Это нет? Мы сделаем благоустроенный пешеходный бульвар. Что еще может быть из каких-то проблемных точек на нынешний день, что вас волнует и что вы будете решать в ближайшее время, такие текущие дела, чтобы тоже жители и зрители не волновались? Ну, я могу сказать о перспективах, что у нас сейчас находится в работе. Мы знаем, что на следующий год, вернее в этом году, мы будем праздновать 50-летие улицы Старого Загора. Старый Загор – это побратим нашего города. И главой города поставлена задача привести в соответствующий вид пешеходный бульвар от 22-го партия до Нового вокзальной, от Нового вокзальной до проспекта Кирова. Сейчас эта работа ведется в нашем управлении. Значит, часть работы... В декабре была встреча с жителями. Значит, жители нам дали наказ сделать там детскую площадку. Значит, кроме того, глава нам поставил задачу сделать там площадку для занятий спортом, площадку для организации фото- и художественных выставок. Все это мы взяли в работу, это мы сейчас этим занимаемся. Кое-что мы уже сделали совместно с НПФ 21 век, с нашими спонсорами. Они сделали, значит, провели большую работу по замене пришедшего в негодность асфальтового покрытия на тротуарную плитку. Уже есть схемы раскладки, уже есть все эти дорожки, уже они реально существуют. Они уже переплетены в альбомах. Даны предложения по применению новых малых архитектурных форм, лавочек, скамеек, осветительных опор и так далее. Теперь мы должны будем привести в надлежащий вид фасады зданий тех магазинов «Мартиниц», там «Загорка», те, которые были в свое время сделаны и названы в честь. А ошибка останется, нет? Или вот что, судьба-то какая у нее? Шибка должна быть взята на баланс муниципалитета. Мы проведем там реконструкцию, только в каком качестве мы будем использовать, но будем использовать точно это здание после ремонта. Проведем реконструкцию и будем использовать это здание. То есть оно также останется, оно будет также выполнять роль определенной доминанта. Алексей Евгеньевич, озвучу вопрос быстро, у нас немного времени. По поводу незаконно поставленных во дворах гаражей металлических. Будет эта работа проводиться? Валерий интересует. Это входит в ваши полномочия или нет? В полномочия это не входит, но работы, насколько я знаю, проводиться будут. Проводиться будет. Ну, прекрасное завершение нашей беседы. Спасибо большое за то, что пришли и рассказали об архитектуре и планах по строительству в нашем городе. Спасибо вам. Обращаюсь я и с вами. Спасибо большое за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова